Память Благодарного явления князя Андрея, близ Граду Владимира, при слиянии Мерли и Клязь, встали, как вкопанные иконы, которые везли икону Божьей Матери Владимировича, которые стали так называть с этих пор. Это была икона Адегетрии, которую он взял из Вышгорода и хотел везти в город Ростов. Икона, написанная Евангелистом Лукой, греческого происхождения, которая стояла в древних времен, в стольном граде киевских князей Вышгорода. Князь Андрей, перенося свой престол на северо-восток, взял ее, желая поставить в старшем городе северо-восточной России, простого службыского княжества в столице простой. Но Царица Небесная все дела иначе, и кони не могли двинуться. А князь, имея боголюбивую душу, не стал препятствовать, не стал настаивать, не стал упрямствовать и погонять коней остановиться. И смириться. И остановился на этом месте на ночь, и ночью видел Царицу Небесную, молящуюся за Нын, Сыну и Богу Своему, стоящую в рост. И вот, Владыка Господи Иисусе Христе, молился при чистом. А милые работники. Князь поставил икону во Владимире. В младшем городе простого службы земли. А на этом месте основал монастырь Боголюбский, который стоит до сих пор. И там же было убиение этого князя. Чему нас учат при чистом? Смирением. К тому же, чему и Господь учат. Лисы и язвы наимут. Сегодня слышим в Евангелии. И птицы небесные гнезда. А Сын человеческий неимут, где преклонить главы. И Господь преклоняет свою главу не там, где Ему хотят приготовить хоромы и обители. А там, где Он видит сердце смиренное и боящееся Его. На кого возрел только? На кроткого и смиренного и трепещущего, и молчаливого, трепещущего, слабецкого. Где такие люди и есть для них? Бог знает. Кто трепещет суда Божьего. Кто боится Бога. Хотя бы имел ошибки и грехи в своей жизни. Господь знает, как их исправить. Господь знает, как их наказать еще при жизни этой, а не в вечность. Господь посылает таким людям и скорби, и несчастья, и печали большие, чтобы они не прилеплялись к земле, не сделали здесь себе, как лисы. И как птицы, гнезда и норы, язвы. И не зарывались в огне, потому что это бесполезно. Но, как Сын Человеческий, который не имеет где приклонить главу, так и христиане, которые упокаивают Господь в своих сердцах, так и они вынуждены оставлять этот мир. И предоставить мертвым, хоронить своих мертвецов, как сказал сегодня Господь. А ты иди за мной. И оказывается, такой человек живой, а не мертвый. Который умер ради Христа. И возненавидел душу свою ради Христа. То есть, умер для этого мира. Мне мир распялся, я в мир, говорит апостол. И учит нас такими быть. И Господь Сам, Иисус Христос, нищелюбец. Иисус Христос, который здесь, на земле, был странником и не имел дома. Он удостаивает таких бездомных людей иметь в нем его поколение. Это не значит, что ты не имеешь дома, семьи. Ты имеешь и Отечество земное. Это все приложится вам, говорит Господь. Когда мы не ищем этого, а ищем небесной красоты, нам прилагается все. И земная красота, и земное богатство, и земное дом, и земные дети, и земные друзья. Но, когда отнимается все это, как у князя Андрея, было поднято, престол был поднят, и дом был поднят, и княжество, и дворец ведь его убили. Собственные дворец, и выкинули его тело, и оно лежало непогребенное. Он был лишен всего. Так и мы, когда лишаемся в этой жизни, еще прежде смерти, близких муж и жена, например. Жена мужа. Если только был их союз во Христе, и могли упокоивать свою главу, дай Бог каждому иметь такую жену и такого мужа, на лоне которого, на лоне которой, на лоне которой, ты имеешь это упокоение, которого, однако, не имеет Сын Человеческий. И нам остается успеть, чтобы это все было только во Христе. Тогда мы можем предоставлять мертвым погребать своих мертвецов, а мы остаемся живыми. Сегодня мы слышим об этом, прямым текстом, в этом Евангелии. Юноша хотел идти за Христом. Учителю, иду по тебе, а мужа, а еще пойдешь, куда бы ты ни пошел. Господь говорит строгие слова, которые можно слышать. Куда ты идешь? Ты знаешь, что я бездомник на земле. Ты знаешь, что у меня нет ничего. Ведь многие идут в церковь тоже ради слова, ради семинарий. У нас, что принимают, например, хотят стать епископами, властвуют и так далее, и так далее, обогащаться. Ну, может быть, не обогащаться деньгами, материами, а иметь славу, почет, власть, возможности. И они не знают, куда они идут. Они просто не понимают, куда они идут. И люди, которые хотят стать священниками, они не понимают, чего они хотят. А мы должны понимать, и можно даже так сказать в терпновении, что любой крещеный обязан понимать, что крещение, которое ты принял, это мертвость для мира. А еще кто не возненавидит душу свою, не может быть моим учеником. И в миру полная бездомность и непрекаянность. Странничество и выкинутость из мира. Господь это обещал и сказал, что сын человеческий не иметь, где преклонить главу. Где же мы можем преклонить главу? Только там, где отрада и утешение подлинно, не меркнущее, не гибнущее, которое не кончается. Где моль не подкапывает, не крадут, где воры, тля не тлит. Теперь надо искать таких друзей, дружку с которыми вечно, потому что мы Христе. Они просто основаны на каких-то земных интересах, или земных симпатиях, или сходстве характера. Это все ничто. И мы не удерживаем это, и не сможем выдерживать смерть. Блажен человек, который думает о смерти, и имеет ее перед глазами, и ею меряет всю свою жизнь, и предоставляет Господу упокоение. А здесь не имеет покоя земного христа. Почему же называется князь Андреем боголюбивым? Потому что он убил Бога. Потому что создал храм Божий, и не один. Потому что лишился всего на земле, и был предан, является страстотерпцем. Образ Христа. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует.